Всем привет! Меня зовут Ксения, я технолог интернет-магазина Наоми24. И сегодняшнее наше видео посвящено проблемам, которые могут возникать в процессе нанесения и дальнейшей носки гель-лаковых покрытий. Одной из самых распространенных проблем, возникающих в процессе носки гель-лаковых покрытий является отслойки. Причин отслаивания может быть много. В первую очередь это техническая сторона процедуры. Первое. Перед началом любой процедуры мы обрабатываем руки клиента антисептическими средствами. Не стоит наносить их непосредственно на ногтевые пластины, так как антисептик для кожи может содержать увлажняющие компоненты. Мы можем нанести средство на ладони клиента и попросить растереть его по рукам. Перед декорированием ногтей нельзя пользоваться маслами и кремом для рук, ведь убрать их с поверхности ногтей достаточно сложно. Невозможно не упомянуть и о еще одной причине плохой носки гель-лакового покрытия, которая заключается в использовании безацетоновых жидкостей. Допустим, перед тем, как наносить гель-лак, клиентка самостоятельно сняла с ногтей обычный лак с помощью такого щадящего средства, дополненного маслами, витаминами и разными другими особыми компонентами. Конечно, основную их часть мастеру удастся нивелировать современным обезжиривателем, но кое-что все же проникнет глубоко в ноготь и вполне сможет негативно повлиять на стойкость гель-лакового маникюра впоследствии. Традиционный обрезной маникюр с замачиванием ногтей в ванночке, выполненный непосредственно перед покрытием гель-лаком, также является грубым нарушением технологии. Помните, никаких влажных процедур, связанных с длительным пребыванием ноготков в воде. Вторая причина – это недостаточно тщательно обработанная зона кутикулы и сама ногтевая пластина. Не отодвинуты по них и не удалена отросшая кутикула. Также необходимо регулярно обновлять свои маникюрные приспособления. Баф для подготовки ногтевой пластины не должен быть чесаным, иначе он не будет снимать глянец с ногтя, а наоборот его отполирует. Обязательно тщательно снимаем пыль, образовавшуюся в процессе подготовки ногтевых пластин. Третья причина – это нанесение гель-лакового покрытия на непросушенную ногтевую пластину. Не стоит пренебрегать такими средствами, как обезжириватель, дегидратор и бескислотный праймер. Необходимо использовать все эти средства, так как они не могут заменить друг друга. Наносим дегидратор. Дегидратор убирает лишнюю влагу с пластин, а бескислотный праймер, который также называют ультрабонд, улучшает сцепку между ногтевой пластиной и базой. Наносить ультрабонд необходимо на проблемные участки – зона возле кутикулы, боковых валиков и торец ногтевой пластины. Наносим базу. Четвертая причина – незапечатанный торец ногтевой пластины. Во избежание отслойки не стоит пренебрегать этим правилом. И делать это нужно на этапе нанесения каждого слоя всех покрытий. Наносим цветной гель-лак. Первый слой обычно прокрашивается неравномерно, могут возникать проплешины. Бояться этого не нужно и не следует использовать большое количество гель-лака. Следующий слой все выровняет и перекроет. Кстати, все гель-лаки имеют разную консистенцию, даже если принадлежат одному производителю. Чтобы, например, светло-розовый или телесный цвет смотрелись красиво, нужно накрасить ноготок несколько раз. Часто производитель специально делает консистенцию более текучей, чтобы облегчить нанесение. Ведь выполнить покрытие ногтей гель-лаком в несколько слоев, если он густой, очень сложно. Еще одна причина – это попадание гель-лака на зону кутикулы или кожу рук. В случае заплывов на эти участки, их нужно убрать с помощью апельсиновой палочки либо пушера перед сушкой в лампе. Подобное явление связано с отступлением от правильной технологии работы с гель-лаками. Стремясь нанести декоративный слой как можно ближе к кутикуле и значительно ускорить процесс, многие новички не выдерживают положенного отступа от кутикулы в 1 миллиметр и окрашивают все ногти сразу, а не по одному. Как следствие, гель-лак может затекать на кутикулу и кожу. По той же причине, если окрашивать сразу все ноготки, гель-лак может скатываться и стекаться от кутикулы к центру ногтевой пластины. При нанесении гель-лака слишком толстым слоем он не успевает полностью полимеризоваться. Высыхает только верхняя пленка, а внутри гель-лак остается жидким. В таких случаях покрытие может сморщиться. Лучше сделать три, но тонких, ровных слоя, чем два плотных. Что касается гель-лаков кутюр, производитель заявляет, что они не морщатся в лампе независимо от толщины слоя. Бывает, что при нанесении гель-лака на покрытие видны мелкие пузырьки воздуха. Связано это с тем, что флакон с материалом подвергся сильной встряске, например, при транспортировке, или манипуляции кисти внутри флакона были слишком активными. В таком случае гель-лак необходимо открыть и оставить на пару часов без движения. Также причиной подобных проблем могло стать неправильное хранение, в результате чего продукт утратил свои первоначальные свойства. Дело в том, что этот материал восприимчив к ультрафиолету и поэтому должен храниться там, куда не проникают солнечные лучи, чтобы избежать его частичной полимеризации и появлению сгустков и пузырьков внутри гель-лака. А для хорошего распределения пигмента не нужно взбалтывать флакон, слегка прокатывайте его в ладонях. Для качественной просушки гель-лака не лишним будет обратить внимание на сменные лампочки, в том случае, если мы используем ОФ-лампу. Со временем они утрачивают свои первоначальные свойства и поэтому подлежат регулярной замене, не реже одного раза в 2-3 месяца, в зависимости от интенсивности эксплуатации прибора. Что касается лад-ламп, то некоторые гель-лаки могут в них не просыхать, независимо от фирмы-производителя и цвета. Все гель-лаки имеют разный состав и существуют продукты, которые не затвердевают в лад-лампах. Выяснить, какие именно, можно только в процессе работы. Покрываем топом. Кстати, очень часто мастера-новички сетуют на то, что гель-лак не высох, поскольку на ощупь остается липким. На самом деле, остаточная липкость это стандартное явление при полимеризации данных покрытий. Также не следует говорить о плохой полимеризации, если вы используете гель-лаки с высокой степенью насыщенности пигментом, то есть темные либо очень яркие оттенки, которые при снятии липкого слоя окрашивают салфетку. Это вариант нормы и вовсе не означает, что покрытие не просохло. Также у новичков часто возникают жалобы, что пигмент тянется за кисточкой топового покрытия и соответственно попадает потом во флакон, портя сам топ. Опытные мастера всегда знают, как правильно работать с пигментированными гель-лаками и наносят топ другой кисточкой, а не той, которой комплектован флакон. Во избежание возникновения проблем в носке покрытия, липкий слой необходимо снимать только специальной жидкостью. Очень частой причиной возникновения проблем в нанесении и носке гель-лаковых покрытий является то, что мастера экспериментируют и используют декоративное покрытие от одного производителя, базу от другого, а топ от третьего. И самое удивительное то, что обычно такой разномастный пирог носится очень неплохо, но бывают и исключения. Для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов, необходимо придерживаться правильной технологии нанесения и использовать на всех этапах средства одной марки, которые будут максимально совместимы по своему составу. После нанесения гель-лака в последующие 2-3 часа желательно не мочить руки в воде. Особо следует отметить мытье посуды, принятие душа, мытье головы и сауну. Все эти действия, выполненные в первые 2-3 часа, также могут стать причиной отслоения. Постоянный контакт с водой приводит к впитыванию влаги ногтевыми пластинами, что тоже вызывает отслойки. Но также существуют проблемы в носке декоративных покрытий, которые не связаны с работой мастера. Это индивидуальная особенность ногтевых пластин, заболевания, связанные с иммунной системой, прием антибиотиков, излишняя влажность кожи рук, например, часто потеющие ладони. В таком случае необходимо воспользоваться праймером дважды и перед нанесением базы хорошо его просушить. Кроме того, не стоит забывать о таких состояниях организма, как беременность и гормональные сбои. Еще одной часто встречающейся проблемой является изменение цвета гель-лака в процессе носки или пожелтение френча. Очень важно понять, когда именно появился нежелательный оттенок и что его спровоцировало. Очень часто пожелтение гель-лака наблюдается на этапе сушки. Оптимальный вариант сушки ногтей в лампе, это когда каждый ноготь покрывается и сушится отдельно. Во всяком случае большие пальцы уж точно не стоит отправлять в ламп вместе с остальными. Если желтизна проявилась уже в процессе носки гель-лакового покрытия, то вызвать ее могло несколько причин. Частое посещение солярия, использование автозагара без перчаток или нанесение скрабов на кожу на основе кофейных зерен и так далее. Подобное явление также наблюдается в результате появления на покрытии микротрещин, незаметных человеческому глазу. В них попадает воздух и влага, что приводит к пожелтению белого гель-лака или появлению пятен на цветном. Как правило, с подобным явлением сталкиваются некоторые обладательницы длинного маникюра. Дело в том, что ногти все время испытывают на себе различные нагрузки. Там зацепились, здесь ударились и так далее. И чем они длиннее, тем больше подтвержены деформации. И даже если сама ногтевая пластина случайно согнулась и благодаря гель-лаку не сломалась, то это означает, что именно декоративный слой принял на себя удар и поэтому вполне может треснуть. Например, работа за компьютером, когда сильно отросшими ноготками вы постоянно стучите по клавиатуре, является стрессовой и тоже может стать причиной для появления трещин. Кроме того, торец ногтевой пластины при взаимодействии с поверхностью клавиш постепенно лишается защиты и стопа, что впоследствии приводит к сколам и отслоениях гель-лака. Изобретение гелевого лака позволило женщинам всегда выглядеть стильно, ухоженно, а главное уверенно. Но существует ряд тонкостей, которыми не стоит пренебрегать при нанесении таких покрытий. Надеемся, данное видео окажется полезным и ответит на все вопросы, возникающие у начинающих мастеров.